Саид Афанди из Черкея. 21 октября 1937 год. 28 августа 2012 год. Он родился в одном из старейших аулов Дагестана в 1937 году. Аули с крепкими традициями, обычаями, красивой историей и мужественными людьми. Селение Черкея – один из самых крупных и старинных населенных пунктов Дагестана, сыгравших существенную роль в истории и развитии национальной и духовной культуры народов Дагестана. Черкейцы принимали активное участие в народно-освободительном движении под руководством имама Шамиля. Здесь получали духовное образование представители различных народностей Дагестана и других регионов. В годы репрессий только за одну ночь из Черкея забрали более ста ученых-богословов. Саид – сын Абдурахмана. Его жизнь во многом не отличается от судьб людей того времени. Те же тяготы и заботы тяжелого военного и послевоенного времени. В семь лет остался без отца, в четырнадцать – пастельский стадо овец, помогая матери обеспечивать семью. Рассудительный, спокойный. Его отличал от сверстников прежде всего благородный, удивительный для молодого человека нрав. Чтение Корана без понимания смыслов и намаз – весь багаж знаний на тот период. К глубокому изучению исламских наук он придет много позже, уже в зрелом возрасте, будучи семейным человеком. И вот осенью я начал искать учителя. Патал Хажиява я хорошо еще не знал, а Якубль Хажияв жил в Баши-юрте. Были, конечно, и другие учителя, но все же удобнее всего было учиться у Патал Хажияв. Я стал держаться его, и основательная учеба началась под его опекой в 70-м году, то есть после землетрясения в 70-м и весной в 71-м. Тогда мне исполнилось уже 32 года, и у меня было двое детей. Ильму и Тарикат я начал изучать в это время. Все началось в это время, а до того был чабаном. Проницательность, ум, терпение, прекрасная память, трудолюбие и поддержка семьи помогли начинающему Мутаалиму быстро продвигаться вперед. А вступление под опеку духовного наставника, точно задающего и определяющего направление изучения наук, способствовали глубокому их пониманию и духовному совершенствованию. Во времена моей молодости людей, изучающих религиозное эльмо, было мало. А если кто-то и учил его, за это сильно возвеличивали в народе. Что-то вроде этого, наверное, было и со мной. После того, как я прочел Иянат, Фадхульмуин, Джалал и другие серьезные книги, это то, что на самом деле со мной было. Я начал думать, что теперь мне пора переходить к более сложным вещам. Читать Махалли или Джалалли. С такими мыслями пришел я к Устазу, чтобы посоветоваться, и спросил его. Джалал я уже прочел. Что мне теперь читать? Не успел я закончить вопрос, как он ответил. Ты Ихия читай. Ты не такой человек, чтобы работать в Буддуном или Имамом мечети. Ты Ихия читай. Итак, я прочел то, что велел Устаз. И в действительности, вы поверьте, я вам здесь не вру. Поверьте, если бы это Ихия не прочел, я бы пропал. Когда прочел Фадхульмуин, я уже считал себя полноценным алимом. Это на самом деле было в моем сердце. Прочитал Ихия в Абабае. Какой там алим? Я увидел себя находящимся на самом дне мироздания. Больше собой я не смог гордиться. Его первым духовным наставником был Абдуль-Хамид Афанди из Инхо. Прозорливый взгляд шейха сразу разглядел чистое сердце и большое будущее Саида Афанди. Обучая и наставляя от самых азов, он довел его к вратам духовного совершенствования. Амисила Сулумхамад Афанди из Хочадда и Саадожи Сулумхамад Афанди из Батлуха довели до конца обучения, подготовив совершенного муршида, суфийского шейха Саида Афанди из Черкея, слава о котором распространится далеко за пределы Дагестана. Авторитет шейха рос, и как раз этот авторитет хотели использовать самые разные политические и неполитические силы, забывая о самом главном. Он не политик, он наследник пророка. Ему досталось непростое время, хотя для устазов время никогда не было простым. Развал страны, потери ценностных ориентиров, разгул различных национальных движений и огромное количество вдруг не весть откуда появившихся проповедников. И везде призыв быть осмотрительными, опираться на книги, держаться алимом. Он огромную роль играл для избежания Дагестана и дагестанского народа войны. Он очень многое сделал, чтобы наша молодежь в лес не ушла. Я думаю, у него своей личной жизни не было. Он работал для народа. Я бы не сказал для Муриду, было бы неправильно. Близоруко было бы, если бы сказал для Муриду, он работал для народа. И не только народа Дагестана, для народа России. И какой процент он в этом играл роль в избежании войны, конечно, это только Аллах определит. И в наше время от начала распада Союза и по сей день не разных людей доводится видеть. Многие приходили ко мне с разговорами о том, что надо избавиться от этого государства. Надо, мол, подняться на Газават, до каких пор мы можем, мол, терпеть этот беспредел. Я ни одного из таких не поддержал, а напротив, опроверг. Хвала Аллаху, это не моя заслуга. Просто Всевышний Аллах уберег меня. И какое благо мы сегодня в этом нашли. Мы сами свидетели тому кошмару, что творится в Чечне. От начала той смуты и по сей день конца этому не видно. Поэтому я хочу напомнить, что мы живем в Ахарзамане, который является временем смут, где береженный убережется, а опрометчивый попадет в смуту. После перестройки люди, вот, как бы очень нужно было для людей достоверная информация, чтобы люди не попадали в капкан вот этих ненужных течений. Нужно было людей спасать, а когда людей спасаешь, думать время не бывает. Поэтому я думаю, он спасал Дагестан этими книгами, этими своими выступлениями. Именно Саид Афанди со своими последователями стал мощнейшей преградой распространению идей ваххабизма на территории Дагестана. Именно он в книге «Сокровищница благодатных знаний» раскрыл всю суть этой лживой идеологии. Именно его ученики и последователи стали ненавистны ваххабистским проповедникам и их адептам. «Если что-то случилось, кто-то умер, мы не должны из-за этого терять сабру. Нам нужно сохранять спокойствие и проявлять терпение. Единственная польза от этой жизни, проведите здесь тысячу лет или всего 25-30, в том, чтобы в предсмертный миг оказаться в вере, оказаться на истинном пути. Что еще желать тому, кто в последний момент жизни оказался в вере? Убийство близких людей, ученых-алимов – это были удары в первую очередь по Саиду Афанди. Игра на нервах, попытка поколебать. Ответ – один и тот же. Всегда. Из-за произошедшего нельзя поднимать смуту. Это все по воле Всевышнего Аллаха. Без воли Всевышнего этого бы не произошло. Все в этой жизни предопределено Создателем. Он стал самым счастливым из нас. И каждого, кто нас будет покидать, мы будем так же провожать. И каждый, кто будет подобным образом уходить, тоже обретут счастье. Книги. Мы не читаем книги. Обладая бесценным наследием и достоверным словом, удивляемся тому, что происходит. А происходит все то, о чем нас предупредили более 1400 лет тому назад. Он часто повторял на одни и те же вопросы, бывают одни и те же ответы. И 20 с лишним лет назад, посещая Гимры, шейх Саида Афанди призывал опираться на книги, искать ответы в них. Почему имам тогда не услышал? Или не хотел слышать? Или приказали не слышать? За два дня до покушения, в разговоре с одним из своих мюридов, Саида Афанди неожиданно спросил, «Хочешь ли ты умереть?» И тут же сам продолжил. «Я бы сказал, не хочу». Далее он произнес слова, смысл которых примерно таков. «Когда наступает день, предназначенный тебе Аллахом, и надо умирать в постели, мучаясь и страдая, эти нам приносят облегчение и радость. Один миг, и ты уже выполнил фарз. А через смерть должен пройти каждый в определенное ему Аллахом время». Не знаю, что ощущали сподвижники, потеряв пророка, но, признаться, отчасти мы вкусили горечь утраты того, с кем не хотелось верить, что расстанемся так скоро и так внезапно. «Проницательный и мудрый, только через время понимаешь, как красиво и поэтически осторожно он аккуратно подготовил всех близких и дорогих сердцу людей, меридов, к тому, что уйдет, оставив книги, наставления, укрепив и сделав совершенными своих учеников. Мир за нашими окнами без преувеличения и его заслуга». Всевышний своих святых, любимых забирал мучениками, шахидами. Умара-схаба, Усмана, Али, внуков пророка Хасана и Хусейна, возвысив и подчеркнув степень своих любимцев. Простите меня, мои уважаемые зрители. Понимаю, как непросто многим из нас даются эти воспоминания. Больно. Однако мы должны быть согласны с предписанным. Но нам и радостно от того, что в это смутное время Всевышний не оставлял и не оставляет Дагестан без истинных наследников пророческой миссии. Да, Аллах, нам возможности на том свете с ними встретиться. И чтобы ему за нас стыдиться перед пророком, Аллахи Салатова и перед Всевышним, ему не пришлось. Наоборот, чтобы он гордился своими наследниками, своими муридами, которые продолжают то, что он в течение 25 лет делал, они продолжают. Худо, бедно. Я прошу Аллаха, чтобы он этими людьми на том свете гордился. Наша встреча подошла к концу. Пусть Аллах так же, как и сегодня, благодаря своей милости, не нашему поклонению и не нашей способности и усердию, соберет нас на Махшаре. Есть надежда. Надеюсь на Аллаха. Аллахи Салатова.